всем привет привет youtube всем добра здоровья и выжить ну и вообще долго и счастливо о моем новом прицеле который называется сайт марк ну или как то так он звучит вот и поскольку в деле он не был то я скорее расскажу о вот выборе и его каких-то характерных особенностях но попробую получится длинная или короткая не знаю всегда рассчитываешь как-то на лаконичное видео но в итоге в дебрил разглагольствование на ползаю поэтому кому не нравится не смотрите кому нравится смотрите не хотите поставьте на ускорение скорости и собственно говоря не канифольте мозги то чем я пользовался пользовался я прицелом хака mpz называется он 10 на 42 в принципе когда была возможность там но выбрать все-таки между еще цены были еще не такие но все равно было дорого между марком марк 4 и хака ну в принципе выбрал хака просто потому что никогда не хватает денег на тот момент марк можно было купить там за 1500 1600 долларов в принципе наверное по нынешним временам как бы получаются смешные деньги хотя ну там скажем если пересчитать сколько там будет на 1100 120 130 сейчас он стоит два раза дороже ну тогда можно было и шмидт бендер нормальный хороший m&p military and police великолепный который на два порядка был лучше чем льюпольт я там не знаю с говорила нет марк 4 льюпольт на два порядка был лучше чем марк 4 но он его можно было купить там за 2000 там с небольшим 200 там что-то такое вот наверно долларов можно 2 200 ну и за 2000 до 2 2 200 он стоил он был в принципе вот с подсветкой со всеми делами сейчас я смотрю шмидт бендеры хорошие которые тематики милитари стоят ну не знаю в принципе от 500 тысяч и практически чуть ли не до миллиона что наверное уже выражается в сумме в средней 10 тысяч долларов это конечно странно ну куда хер ну вот а на тот момент вот этот хак а на тот момент от хака стоил ну где-то по моему 750 что-то где-то в районе около 800 долларов вот и было это более-менее ну и потом значит под него обычные такие под установку на сг-69 до специфичные кронштейны получается значит ну старый стандарт я так скажу старый стандарт и там выходит возможность была есть там были раньше вивер пикатине там разные как бы шаг гребенки потом все это как-то вот вроде как со временем все это устаканивалась при приходило какому-то общему там целесообразного знаменателю вот ну и получается что на европейской шине есть ласточкин хвост который 11 миллиметров и сейчас то что называется пикатине которая в принципе стандартная 22 миллиметра до по ширине здесь вот получается ласточкин хвост но имеет ли значение там конусность или нет но в общем здесь получается по моему 17 с половиной миллиметров короче 17 18 не подходит не под ласточкин хвост 11 миллиметров не под пикатине 22 миллиметра специфичные кронштейны но это именно на сг-69 из тогда они были сейчас я не знаю наверно попали под санкции нету принципе прочее ну что сказать о прицеле хороший не звездные но нормально нормально работает хорошая такая вот алюминиевая конструкция крепкий надежной крики ну такие понятно да клики это добавленные механизмы значит это получается под установку лазерного целеуказателя поставил потом принципе подумал и решил поставить его на 12 калибр лазерный целеуказатель он там ну более целесообразен это с лазерным целеуказателем возникла некая такая фишка да я значит производитель обращался говорит что-то у меня там он переключатель хайд лов но как бы зеленый лазер мощнее слабее не работает а в чем проблема такой магнитный вот он сказали говорит получается что судя по всему там из-за зажима удаляется переключатель поэтому нужно померить вот ширину вот этого вот пикатине и желательно чтобы было не более там 22 миллиметров по мере было чуть больше в принципе он плохо срабатывал и в итоге меня это сильно раздражало потом думаю ну ладно потому что принципе он там покрашен какой-то такой специальной краской внутри то он алюминиевый и в итоге взял снял поставил в тиски спилил бока все как бы его там подвел поставил все нормально то есть он сейчас с магнитным переключателем лазерного целеуказателя работа нормально единственное то что он получился такой ободранный я его покрасил обычной такой красочкой от детского конструктора то что было но она шелушивается но потом взял каким-то специальным перманентным черным фломастером покрыл чтобы не не сверкала вот ну немножечко конечно его сама эстетика этого кронштейна ухудшилась ну это в общем то все но это понятно да это вот то что идет на 30 миллиметровую трубу то что идет на 30 миллиметровую трубу в общем-то уровень да что в принципе и сейчас многие говорят желательно ну для стрельбы более-менее точной или сейчас новый термин появился высокоточная да это что я говорю то что вот опыт использования этого прицела исходя из этого ну определенные уже сформировались мои привычки или пожелание к будущему прицелу то есть открыли и ставим уровень чтобы не происходило заваливание оружия потому что ну естественно заваливание оружия на большом расстоянии дает ну как бы небольшое такое заваливание сетки но соответствующим образом отклонение если там стрелять то отклонение по влево вправо по вертикали из-за баллистики поля но понятно это значит указатель угла возвышения что в принципе тоже нужно переводить там пересчитывать уже в таблице соответствующим образом ну как бы основной и так понимаю что случае стрельбы снизу вверх ну ли сверху вниз идет такой интересный феновен то есть получается как это сглаживание траектории полета поля то есть получается если мы скажем стреляем там ну на 300 метров например если мы стреляем прямо попадаем в чарли да ну или вот в десяточку какую-то там ну предположим там в круг диаметром там 10 сантиметров да то если значит возвышение там какого-то там градуса ну пусть например 20 градусов вверх то все пулю пойдут выше за счет спрямления вот траектория ну короче там теория баллистики ладно сами там смотрите в общем то наверное это иметь виду надо получается что в общем то косинусы там угла то есть и если линия выше то считать нужно в принципе до фактической цели по горизонту но сейчас современные лазерные дальномеры по крайней мере я вот сменил свой как он там канадский нефкон бестолковый надежный но бестолковый который обещал верить на 1500 мерил дай бог на 700 и который принципе делал вещи совершенно несуразны то есть он мерил скорость объекта и больше нихера то есть у него было переключение марки на то на все что было она в общем то так сказать но не очень такая естественно он не имел включение подсветки и все остальное он стоит дорого сейчас я не знаю как может быть сейчас они уже добавили там функционал но самое большее что раздражало что было у него медленная скорость обработки обработки видно обратного сигнала процессор работал медленно и из-за этого наверно сами колебания да пока как бы она туда сюда улетел прилетел этот луч разид лазера пока он считал там всю эту синусоиду принципе да и получается сбивалась но если на ставить на штатив то он там брал может быть там километр если с рук то там 600 700 метров и то с трудом поменял ну там какие-то вортексы наверно неплохие дорогие но поменял на нормальный хороший на продукт двойного назначения сделанный под принципе милитари поменял на китайский лазерный дальномер который написан 1500 и он 1500 даже 1600 бьет причем считывает расстояние и в общем то наверно за счет быстродействия вот процессора да вот эти колебания рук то есть его не надо стоит на штатив можно стоять но не надо но он и считает всякие разные у него включается ночное видение красная метка он и считает расстояние вертикальная он принципе имеет и режим постоянного сканирования вот он считает углы и фактическое расстояние ну и так далее в общем то сейчас правда как бы не помню считать ли он но сам по себе но я так понимаю что он считает туда и считает там высоту и считает расстояние а вот насчет того скажем если вот по мере но он угол считает угол считает и получается расстояние туда вот например если гора а фактическое расстояние пересчитывает или нет может все равно надо пользоваться там не знаю таблицами косинусов ну короче вот нормально работает там у него расширенные функции и в плане надежности я не знаю ну нормальный компактный принципе много чего например то что является такими крупными вещами мне не понравилось в эксплуатации например но с другой стороны вот прицел здесь большой тяжелый в коробке который да и пока говорим об этом получается что мне не понравился например бинокль vortex который 8 на 42 потому что он большой и везде он как бы путается мешается он и она нужен для чего-то для каких-то задач да но тем не менее как бы большой тяжелый бинокль с хорошая оптика и нормально но если сравнивать с нормальным советским обычным bpc4 которые то в общем то он давал те же самые результаты ну и немножечко за счет наверно все же таки более прогрессивного покрытия немножечко меньше мылил в условиях плохой освещенности чем bpc4 ну поскольку bpc4 мне не жалко вортекс было жалко поэтому я как-то думаю ладно он мне не нравится потом значит вчера там он заказал я не помню какой-то там немецкий маленький бинокль в сетилинке был по хорошей цене приехал который 10 на 21 по маленьких до 200 грамм весит принципе удобно потому что его можно положить на губ на грудный карман и в общем то можно было бы осматривать местность ну что все остальное более там скажем более мощная он можно принципе смотреть прицел но у него что-то как бы было какое-то несовпадение фокальных плоскостей и он как бы у глаза стали разъезжаться я видел такое на многих биноклях не очень хороший производитель если на bpc такого нет но я его разбирал чистил ну как-то было мне желание шаловливую ручонками залезть в bpc там линзы принципе эти призмы там вытащил там такие кольца специальные и там какие-то там поворотные такие оптические системы вроде казалось бы разобрал все ну так не полностью ну по крайней мере призму вытащил все поставил собрал смотрю меня глаза как бы вот эти фокальные плоскости не совпадают начинает это как бы глаза разъезжаться том что за херня но оказалось что там получается но в идеале наверно как бы нужно там чтобы очень подготовленные люди или на специальном оборудовании то есть там поворот линз и определенный угол да и он как бы вот является фокусировкой то есть вот этим видно совпадением фокальных плоскостей чтобы оба глаза например видели ну как вот мы видим например да ну принципе если один глаз например видит лучше другой хуже один например видит сто процентов а другой минус 08 да то получается что вот один глаз является ведущим а второй не тянет но организм так устроен мозга что он пытается компенсировать вроде бы да вот этот ведомый глаз как-то тому подстраивать или на очки надеваем у которых разные да вот эти вот разные лица разные дёприи это компенсует компенсирует эту фокальную плоскость то есть вот в обычных биноклях я посмотрел бинокли юкон морские говнище такое да вот у них глаза разъезжаются причем говорю блин ребята да в них глаза разъезжаются мне да ладно ты чё это у тебя глаза не неправильно ну ладно неправильно так неправильно ну и хер бы с ним вот это тоже взял бинокль вчера в сити линкен он был наверно какой-то лежал и давнишний по хорошей такой цене со скидкой но видно как бы он был бракованный и разъехалась то есть принципе сама вот это вот четкость картинки нормальная ну те же самые вот маленькие бинокли какие которые там 10 на 21 10 на 25 которые весят в пределах там 200 там 200 200 300 грамм как бы я что-то на них стал сейчас обращать внимание потому что большие бинокли 10 на 42 хороший но он тяжелый он тяжелый он главное не туда не сюда если прицел вещь необходимая как я не знаю ботинки как там какие-то там боекомплект или еще что-то любом штамм какая комплекс выживания лопата саперная то бинокль ну рация например хотя бы там крикнуть кому-то эй чё-нибудь чё-нибудь сделайте до роте окоп в мою сторону да то мне надо как бы отсюда сдрыснуть а они получаются вот пример этот бинокль ну наверное при принадлежность там командира и тяжелый поэтому я говорю в принципе до пришел к выводу что тоже бинокль нужно облегчить а есть я так думаю 8 нормальная кратность при которой как бы меньше колебания до когда смотришь с рук да особенно если маленькие лизочки маленькие то колебаний меньше но 8 явно не хватает для разрешения даже на сорок вторых стеклах по большому счету ну как сказать глазками можно увидеть практически то же самое что и в бинокль я вообще не знаю зачем люди пользуются бинокля ну деталировка какая-то то есть 10 это минимум 10 на сколько то там ну 10 на 42 соответствующим образом увеличивается диаметр выходного зрачка лучше светопередача ну как бы к этому перейдем последующим на какую-то в общем теории такой оптическим теориям вот ну и поле зрения соответствующим образом увеличивается смещается колебания уменьшается там это всякое там эти рефракционные вот эти вот изменения картинки но принципе ладно все это херня а по большому счету нам нужно на определенном участке скажем я не знаю там например 50 метров до 100 метров определить там что-то да например что нас интересует на расстояние несколько сот метров перед собой ну может быть больше на километр наверное в этот бинокль хрен чего увидишь ну пусть там до до 600 метров скажем хотя тоже это то есть принципе 10 на 21 окуляры которые весят там там 200 250 грамм нормально но немножечко маловато 10 на 25 бинокли хорошего качества как бы на сегодняшний день приоритет у меня мое предпочтение потому что они немножко великоваты по сравнению с 10 на 21 или 8 на 21 но они существенно меньше и легче чем бинокли какие 10 на 42 это то что касается вот оптики да как таковой вот оптики и и можно положить куда-нибудь боковой или на грудный карман и не будет он там болтаться как я не знаю что то что касается прицела хака вот и значит вот этих всех вот приборчиков что здесь как-то не очень не вот в этом приборе получается на 34 трубу нету на 30 здесь 30 труба на 30 есть что мне тут не очень понравилось но тут все просто получается откручиваешь там просто вот здесь вот здесь стоит такой эксцентрик который вверх вниз двигается здесь шкала которая показана и здесь пузырек нормальная качественная штука стоит на направлении тому что тысяч полутора двух которая накручивается на трубу на 34 таких нет что именно здесь мне не понравилось потому что вот с этой стороны он закрыт здесь то есть если где-то на солнце в яркий день то этот пузырек виден если где-то сумерки темно или еще что-то да то этот пузырек а ну реально плохо читаем то есть за счет того что здесь вот закрыта вот эта вот штука этот пузырек ну грубо говоря херово виден да то сказать если с французский перевести у меня мысль была конечно я не знаю открутить вытащить то там колбочка обычная стоит и здесь просто у дырку просверлить чтобы отсюда попадали лучи света чтобы он просвечивался я не знаю просто не уверен что это будет хорошо думаю кто его знает просверлишь и будет засветка происходить и вообще ничего не будет видно ну то есть сама конструкция хорошая то есть здесь она регулируется она регулируется за счет этого винта то есть выставляешь ставишь сюда уровне ну и выставляешь здесь уровень до чтоб он был по горизонту ну вот пузырек сам все работает все хорошо но его плохо видно его плохо видно дальше что мы тут имеем но тут все все обычное все основное получается два с половиной на 10 это в принципе когда-то там 10-15 лет это был просто как бы поп вершина до такого и те же самые марки четвертые помните которые были четвертые еще какие-то пятые еще для не шестые марки появились короче хрен его знает да хер его туча всяких марков то есть здесь на два с половиной было нормально единственное что скажем дырочки на 100 метров я не знаю кто там видит или чего но в обычной мишени пулеметная номер четыре который не видно не видно на десятикратном увеличении на трехсах метрах тем более поэтому приходилось использовать трубу дополнительно с кратностью там не помню то ли тридцать пятьдесят вот но опять-таки с ней была проблема потому что по-моему была какая-то юконовская и юконовская оптика это все ж таки говнище да и потом собственно я ее продал и не жалею а хорошая труба тоже можно было купить хорошую трубу ну это уже дорогой удовольствие сейчас судя по отзывам всяких разных там блогеров они говорят что прицелы там 25 там до 30 крат вроде бы позволяет видеть дырочки не знаю ну в ясную погоду и даже на дальности до трехсот метров возможно не знаю как насчет обычное пулеметное мишени номер четыре но может быть специальные мишени в которых там вот это вот подкрашенное такое отверстие а может в обычном пулеметное мишени видно пока не пробовал не использовал то есть но в этот ничего не видно далее что тут еще там особенного ну понятно значит стояли колпачки которые сейчас почему-то стали стоить очень дорого и тогда были не дешевые но кусочек пластика все-таки не должен стоить батл крик вот эти вот сейчас эти батл крик посмотрел стоит практически каждый колпачок в районе около 2000 рубликов думаю что ждать зачем вашу мать да это как бы наша супер экономика да опять-таки на французский если перевести 2000 за этот колпачок то есть один колпачок который был большой поставил на новый прицел сзади а этот колпачок со щелчком вот остался здесь вот этот вот щелчком открывающийся вот эта хреновина правда меня всегда раздражала и всегда меня удивляла на кое хрен это нужно есть вот какие-то ну понятно то есть вот регулировка диоптрии да здесь получается что вот особенность того чего нету скажем на сайт марки да я просто сейчас говорю на примере вот этого прицела вот здесь вот регулировка диоптрии и здесь стоит вот такое вот резиновое колечко которая там не выбеглась крутится крутится так туго хорошо прям туго-туго ну так чтобы например нас настроилась чтоб она сбилась ну наверное маловероятно потому что но очень как бы туго параллакс параллакс тоже работает он выходит фактически от 10 и до бесконечности 400 и прочее но здесь вот получается такие достаточно маленький интервал вот ну работает в принципе работает сам параллакс вот насколько на примере этого прицела насколько я так понимаю устроен там следующим образом то здесь такая вот внутри прицела стоит такая херовина с таким вот поворотным пальцем а здесь такой червяк ну так где то смотрел я его конструкцию здесь такой червяк который вот крутишь и это червяк дает возможность здесь специальная такая вот как бы опора вот делом так раз раз там ну получается на четверть оборота примерно там ну может там что-то там на 3 оборота то здесь он стопорится за счет самого колпачка вот здесь этот червяк вращается червяк попадает такой специальный паз а А здесь стоит такая система, такая трубка, в которой стоит линза одна или две. То есть внутри вот этой вот факалки, то есть здесь, здесь стоит линза вот этой первой фокальной плоскости, на которой там нанесена, наградуирована, да, нанесена самосетка. А здесь вот, получается, она не двигается, вернее, она вращается. То есть она вот вращается, а не, двигается, она вращается, а здесь стоит, ну, такой паз, и как вот обычно на фотообъективе, и там стоит такой штырь, и когда вращаешь, то есть вот эта вот такая трубочка из двух линз, вот, она двигается вперед-назад, вперед-назад, в принципе, и вот этим происходит, вот если ее вот, ну, посмотреть сюда, видно будет или нет, не знаю. Ну, если вот сюда вот попытаться заглянуть, то, наверное, там можно будет увидеть, как там внутри. Ну, уж постарайтесь, как там внутри что-то ездит. Сейчас еще раз настрою резкость. Ну, ладно. В общем, внутри она туда-сюда ходит, и за счет этого происходит регулировка параллакса. Как вся эта херотень устроена в других прицелах, не знаю. Получается, к этому прицелу здесь стандартный размер, 42. К этому прицелу я нашел бленду, к бленде нашел, значит, вот эту вот сетку такую, заказал с Али нормально. Единственное, что просто постоянно как бы закручиваешь, снимаешь, и потом эта сама бленда там закручиваешь, закручиваешь, она вроде как раз, она стала прокручиваться. То есть, там немножечко как бы здесь на бленде, она не очень толстая, не тонкая, не толстая, ну, прослаблена резьба, и получается, что как бы она раз, 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 до конца, до упора. Потом, если надавить, она такая дрынг, и, короче, этот прокручивается, виток слетает, пробовал для интереса, значит, попытался откручивать вот эту линзу, посмотреть, как он с этой стороны устроен. Ну, не получилось, сидит она здесь намертво, наверное, она там приклеена на спецклей, короче, даже понятия не имея, там, скажем, как ее можно было бы раскрутить. Теперь, это то, что касается вот базовой модели, к чему привыкаешь, да, и к чему, ну, там, соответствующим образом, там, может быть, у Льюпальда Марка или у Шмидт Бендера, там, другое сейчас, Найт Форсы и так далее, и там, за Найт Форсом Юйс Оптикс, который не очень ярко представлен на нашем рынке, но, на мой взгляд, Юйс Оптикс, может быть, получше, чем Найт Форс, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Когда-то Юйс Оптикс были, позиционировали себя как самые надежные, самые лучшие прицелы, ну, на североамериканском рынке, но потом все стали любить Найт Форсы. Вот, ладно, о них ничего не будем говорить, как устроены колпачки, вот эти вот поправок, ну, вот эти вот маховички поправок, то есть, стоит, значит, здесь линза в первой фокальной плоскости, в первой фокальной плоскости, понятно, как бы привычка у меня сформировалась к линзе первой фокальной плоскости. Смотрите, сетка очень специфичная для хака. Сетка, я сейчас, когда поговорю, потом приторможу камеру, схожу, принесу, покажу, какая здесь сетка распечатанная. В первой фокальной плоскости подразумевается сетка с очень таким тонким перекрестием, да, это как бы специфично, ну, дело в том, что тонюсенькое-притонюсенькое перекрестие. Ну, опять будем надеяться, что что-то видно, может, не видно, потом на солнце еще попробую все показать. Тонюсенькое-притонюсенькое перекрестие, там определенная сетка, там специфичная и сетка в первой фокальной плоскости, понятно, значит, что она при увеличении, уменьшении кратности, да, соответствующим образом она увеличивается, уменьшается. Пропорционально, прямо пропорционально, да, увеличению, уменьшению, как бы, объектов, в которые вы целитесь. Кому-то нравится, кто привык, сетка там во вторую фокальную плоскости, которая где-то здесь стоит, которая, в общем-то, является неизменной, и которая увеличивается, увеличивается цель, но сетка остается неизменной. Такие сетки на каком-то моменте опять у меня, значит, прекратилась запись, не знаю, почему она так делает, камера. Ну, давайте, ладно, еще раз пробежимся. Вот, то, что касается, значит, устройства прицела. Барабан поправок, 1,4 муа. 1,4 муа, еще раз, да, получается, это 1,4, вот там, 20-28 мм примерно. То есть, 1 клик, это 7 мм, 4 клика, 28 мм, да, это 1 муа. Вот оно деление, то есть, получается, вот оно, где оно, 0. 1,2,3,4, то есть, вот, если отсчитывать, то он, получается, 1,2,3,4, да, мы ушли на 28 мм вниз. Повернули сюда, 1,2,3,4. Ну, клики на Хака-Хака, made in Japan, чисто японский прицел. Никоны сейчас стоят больше 150 тысяч, я не знаю, почему. Хотя было, ну, Никоны-Никон, я даже бы сказал, что Никон, например, не лучше Хака, потому что у Хака, у него запас прочности и по калибрам, я не знаю, в разы превышает, наверное, возможности, запас прочности по Никону. Ну, клики такие вот, то есть, если вот так крутить, то они вроде бы выражены, это, вот это, что ли, брякает. Так что не обращайте на это внимания. Ну, соответствующим образом, вот, подняли на 28 мм, то есть, подняли еще раз, два, три. Ну, и получается 28 мм, и еще 20, ну, где-то вот так вот, на два. То есть, вот, получается, где-то примерно 40 мм, 4 см, это опускание траектории поля, ну, примерно, там, обычный РВС, hollow point, на расстояние 100 метров, да, если я не ошибаюсь. То есть, с этим понятно, да, получается, на 4 см опускается, 4 см, по 7 мм, это вот выходит... То есть, мы должны... Сколько? 6, ну, где-то 6 кликов по 7, 6-7, 42 мм, 6 кликов. Соответствующим образом, если мы считаем миллиардианах, то это получается 4 клика миллиардиана на 40 мм. Вот, примерно, да, для того, чтобы компенсировать снижение траектории полета пули при выстреле на 100 метров. Ну, больше не будем ломать голову. Ну, хотя, да, вот, что мы тут имеем? То есть, диапазон поправок сюда, по-моему, 7-7,5 оборотов. Ну, где-то у меня был блокнотик, в этом блокнотике я это записал, не помню, сохранилось или нет. Ну, нет, наверное. Затворно, в общем, 7,5 оборотов от верха до низа, с учётом того, что, в принципе, вот через патрон холодной пристрелки выставлен ноль. Но, в принципе, если более-менее хороший патрон, то проверяем. То есть, причём не надо, как бы, бам, забивать затвор на болте. То есть, надо так аккуратненько его вставлять и аккуратненько, как бы, посмотрели. Вытащили, повернули. Можно на 180 градусов, на 90, как нравится. Ну, просто хаотично. Я там отметки не ставлю. Сначала пытался, просто вытянули, повернули, вставили опять аккуратненько. Так, раз, закрыли, смотрим. Ну, естественно, где-то на расстоянии 100 метров точка примерно там смещается. То есть, если взять, например, какой-то кружок 10 сантиметров, то она, наверное, может быть, будет как-то в круге 10 сантиметров плюс-минус. Ну, если просто смотреть, то при достаточно хорошем самом приборе, патроне холодной пристрелки, ну, она практически упирается. То есть, нету такого, знаете, чтобы она там, как бы, туда, влево, вправо, метр туда, метр сюда. Вот. То есть, получается, смысл какой? Вставили патрон, чтобы не надо было там что-то прицеливаться, а потом искать куда дырку, куда ушло. Хотя, возможно, что это в теории, потому что несколько, 3-4 патрона уходят на, пока вы там, в принципе, найдете на 100 метров хотя бы круг, да, чтобы потом померить и произвести уже корректировку по кликам. Ну, да, в нынешние времена, там, 5 патронов, это уже целое состояние. Вот. То есть, получается, в принципе, она смотрит туда, куда надо. Соответствующим образом, чем лучше, качественнее патрон холодной пристрелки, именно 308-й. То есть, он, получается, он, наверное, выглядит, как гильза 308-го, потому что все равно, по возможности, нужно, чтобы именно вот дульца, головка, прочее, чтобы он вставлялся именно в патроник так, как нужно, чтобы он не какой-то был там, условно, там, а чтобы именно был в размере патрона 308. Берете, смотрите по размеру патрона 308 гильзу и подбираете себе прибор холодной пристрелки. То есть, он, в принципе, смотрит почти туда, куда надо. Дальше, соответствующим образом, значит, если мы не учитываем поправки влево-вправо, то просто-напросто вот от нуля взяли и сделали 6 кликов. 6 кликов up-вверх, подняли, и на расстоянии 100 метров должны попасть, ну, примерно в десятку. Хотя, с учетом того, что холодный выстрел первый, а может даже и второй, пока там ствол берет масло, пока он там нагреется, еще что-то, но он куда-то уйдет. В какую-то там сторону, это просто нужно учитывать. Холодный выстрел, понятно, да? Ну, деривация там на 100 метров, она ничего не будет иметь значения. Все, то, что касается поправок, понятно. То есть, 7,5 полных оборотов сюда, это, значит, получается... Сколько у нас тут их? 1, 2, 9. Посмотрим. Ну, тут вот 0, и тут 9, 10. То есть, получается, 1 полный оборот, 10 муа. То есть, 7,5 оборотов, 75 муа. Ну, и считайте, это выходит, если, значит, примерно там на 100 метров, 7, это 2, 2, 2, 21 сантиметр, и плюс еще 25 сантиметров. Ну, 25 сантиметров, если стрелять на километр, то пуля опускается на 3,5 метра, 3, 4, 3, 6 метра. То есть, прибор для стрельбы на километр, ну, не подходит. Ну, в принципе, по-моему, пуля на расстоянии где-то 800 метров, что-то где-то опускается, наверное, метр на 2,5. То есть, если стрелять на километр, ну, собственно, больше, как бы, он не рассчитан, потому что, в общем-то, обычная винтовка 600-800 метров берет. Дальше уже там высокоточные специальные комплексы. Ну, то есть, примерно, да, в теории, если взять, то получается 75 муа. Ну, это где-то 21, 22,5 метра на тысячу метров. Пуля, естественно, значит, на тысячу метров упадет на 3, больше, чем на 3 метра, на 3-4 метра, на тысячу метров, или на тысячу ярдов. Хрен знает, по-моему, на тысячу метров. То есть, если сюда добавить еще кронштейн, который еще на 20 поднимет, это еще выйдет на 20, это еще... 20 муа, это по 3, еще на 12 сантиметров. При того, метр 20, да, и выходит, что 2,5 метра, а метр 20, 3,7. То есть, если сюда, ну, так, чисто теоретически, если сюда поставить кронштейн с возлучением 20 муа, то, в принципе, да, возможно поднять пулю, ну, примерно. Ну, здесь, в принципе, вот еще получается, наверное, пару оборотов вниз от нуля. Так что, получается, здесь не 7,5 полных оборотов, а чуть меньше. Ну, в принципе, получается, где-то будет там 5-6. Вот. Сейчас крутить не буду. Крутить не буду, потому так вот примерно, но не важно. 7-6 оборотов полных, это значит, ну, пусть 5 будет, да? 5 на 30, это уже получается существенно уменьшается. Это 1,50, а если 7, то выходит 2,100. То есть, 5 оборотов, это примерно 1,5 метра на 1000 метров. Еще мы докинули 20. Это еще 2 полных оборота. А, нет, ну, это получается 60 сантиметров. Да, что-то затупил. То есть, 10 муа, это 1 полный оборот, это 29 сантиметров, да? На 100 метров, это 1 полный оборот, да? 29 сантиметров. То есть, да ё-моё. А что там мозги, короче, отказали? Продолжим, значит, с этим прицелом выходит просто колоссальный диапазон поправок. Ну, нормальный, хороший. Сейчас накрутил, покрутил. То есть, вот получается вертикальные практически 12 полных оборотов. Не 12, а 120. Здесь вот получается 120, и здесь 110. То есть, по вертикали от низа до верха максимальная 120 муа. По поправке боковые, поправке на снос, всякий ветер, прочее, все остальное, 110. Это очень хорошо, 120, но это превышает всякие, я не знаю, там, вортексы и прочее, там, я даже не знаю, сколько там, с 30-миллиметровой трубой. У них там какие-то поправки вообще какие-то смешные, там, не знаю, там, 30-40 муа, что ли, по-моему. У всяких дискавери, у векторов и всего остального тоже, я не знаю, что-то, по-моему, в муа у них там немного. Немного, 120, да, 120, если вот посчитать, вот если я не ошибаюсь, то здесь муа, это один полный оборот, это 29 миллиметров умножить на 10, 290 миллиметров, да, 290 миллиметров, один полный оборот, итого 29 сантиметров. То есть, если умножить на 120, то есть, 29 сантиметров, если умножить на 120, то это получается 3480, то есть, в принципе, практически полный километр. 3 метра 48 сантиметров. Но если отсюда убрать, то есть, получается, то, что у нас устанавливается на 0, то это, получается, надо где-то примерно убрать, отсюда сминусовать где-то, наверное, там, 40-50 муа. 50 муа, итого у нас останется от горизонта, если просто от обычного стандартного горизонта, останется как раз где-то в районе, там, 70, примерно 80 муа. Вот, да, то это выходит у нас, если в обычном нормальном состоянии, то есть, 80, 80, да, мы умножаем на 29. То есть, вот, 2, 320, ну, по таблицам можно посмотреть, 2, 320, это возможная вертикальная поправка, на сколько? 2, 320, и сюда, если получается, если к 80 добавить еще 20 под кронштейн, то есть, получается, 80, 80 плюс 20, это кронштейн, 20 муа. И если умножить на, еще на 29, получается, что за херня выходит, 660, 80 плюс 20, так, и умножить на 29. А, она считает, так, 80 плюс 20, равно, так, и умножить на 29. 2,9 метра, ну, то есть, примерно, ну, примерно, где-то, мне кажется, метров, наверное, до 900, вот, если с кронштейном. Если в обычном состоянии, там, 2,4 метра, то, как раз, наверное, метров 800. Вот, точно не помню по таблице. Боковые поправки вообще тоже колоссальные, 110. Это получается влево-вправо, в принципе, регулируется прицел тоже на, ну, грубо говоря, там, 50 муа туда-сюда, то есть, примерно, да, это, ну, выходит 50 на 30, ну, на полтора метра практически, на полтора метра. То есть, сам по себе прицел, ну, очень толковый, очень грамотный. То, что касается визора и оптики, вот я, почему я говорю сейчас, вот, да, сравниваю его, потому что, как бы, берем вот за базу, да, основу, а потом уже переходим в сайт-марку. Ну, вторая часть, так назовем ее, да, наверное, разобью на две части, а то, получается, вроде думал коротко, а вышло, то, скорее, да, а у прицели хака. Вот. Что еще? Смотреть никаких вот этих рефракций, айберас и прочего. Если, в общем-то, смотреть... Эх ты! Ну, вот. Захрустел. Да, в общем... Хвалил я его, хвалил, а он тут что-то, да, захрустел вдруг. В общем, если смотреть на самой маленькой... На самом маленьком режиме увеличения, два с половиной, то у него, получается, то есть, вот, выходной зрачок уменьшается, и в окуляре появляется такой черный круг. То, что касается всяких разных рефракций, ничего нету. То, что касается резкости, абсолютно нормальная, абсолютно четкая, вот, абсолютно хорошая, в принципе, хорошая линза. Ну, конечно, не сравнить по надежности и по всему прочему, там, с Юпальдом. Ну, и цена в два раза ниже. То есть, все, получается... Ну, осталось единственное, что может быть и вот... Вес... Правда, с кронштейнами... Вес с кронштейнами, сколько он там будет весить... Ну, он не очень тяжелый. 870 грамм. Хотя, в принципе, и не скажу, что он легкий. Все. Короче, с ним разобрались. Выбираем, тем более, под конец он что-то там вдруг начал пиздеть. И то, что касается вот его сетки. Вот такая вот у него сетка. Очень специфичная, не назовешь ее никак. В принципе, достаточно понятная. Вот, но я ей, честно говоря, пользоваться так и не научился, по причине того, что она сильно замороченная. Вот. Вот. Продолжение следует...